Приветствую вас, мои дорогие! Вы на канале Жанны Фетисовой. Сейчас я вместе с вами буду собираться на работу. Буду готовить лицо свое к макияжу. Пока буду снимать излишки какого-то ухода, масок и так далее, которые я наносила, потому что сейчас уже не утро, сейчас уже день. И буду вам рассказывать, как сегодня будет строиться мой день. Я сегодня беру вас с собой. Вначале я буду работать. Компания называется Пифагор. Студия звукозаписи, озвучивания фильмов. Это недалеко от Рэдисон, Славянская. Это в районе Метру Киевская. Там недалеко располагается торговый центр Европейский. Я хотела бы туда зайти. Сейчас я пока еще в домашней одежде. Я не переодевалась. Рядом стоит косметичка. Я буду наносить макияж, но уже за кадром. Я наношу увлажняющий крем под глаза. Меня этот крем от Дерма-С с гиалуроновой кислотой. Я вам его уже показывала. Сейчас у меня довольно много новых зрителей, поэтому что-то я буду для них специально повторять. Это уж не обессудьте. Этому крему необходимо дать какое-то время впитаться. Если вы нанесете макияж сразу, то этот крем может чуть-чуть подскататься. Здесь очень много гиалуроновой кислоты. Она мелкомолекулярная и крупная. Крупные молекулы сидят снаружи, в то время как мелкие работают изнутри. Если вы не дали им как следует усесться, то под макияжем они могут у вас скатываться. Я наношу увлажняющий крем этот заранее и даю какое-то время ему впитаться. Продолжаю использовать крем от Revival Labs. Все это я покупаю на iHerb и Derma Air и Revival Labs. У Revival Labs более такие бюджетные варианты похожих составов, как и Derma Air. Однако я думаю, что все-таки Derma Air намного выигрывает по качеству продукции и по составам. Несколько человек у меня задавали вопросы, почему я заказываю именно на iHerb. Я сделала два ролика по сравнению цен на iHerb с ценами на таких общедоступных сайтах, в магазинах и аптеках, поскольку витамины я там тоже приобретаю. Для тех, кто не видел эти ролики, посмотрите, пожалуйста. Оставляю вам ссылочку вот здесь наверху под восклицательным знаком перевернутым. Что я могу сказать про этот крем? Он замечательно впитывается. Вот сейчас минут через 5-10 его вообще практически не будет на коже. Пока мой уход, моя база фактически под макияж будет впитываться, я дам вам отзыв по поводу Darsenval Gizaton. Торгует ими много компаний. Включается он вот такой вот ручкой. Заряды тока. Чем сильнее, тем громче. У меня нет никаких укладочных средств. Просто волосы вымыты, высушены. Он будет жужжать. А я вам буду рассказывать. Сейчас я делаю такую вот легкую стимуляцию. Немножко пробудить кровообращение. И после этого буду наносить маску, которая призвана улучшить рост волос, усилить корни волос. Во времени ограничено, поэтому буду делать, буду вам рассказывать. Сыворотка от Belita Vitex от выпадения волос. Честно говоря, какого-то большого эффекта я, к сожалению, от нее не увидела. Но, наверное, за эту цену и не подразумевалось какого-то бешеного эффекта. В принципе, это такое небольшое питание. Не каждый раз, но я стараюсь сделать маску из репейного масла перед тем, как мыть волосы. Не всегда это получается, потому что, ну, просто невозможно все время ходить в масле. Это не очень удобно. Я рассказывала, что случилось у меня, да, на нервной почве. Просто выпали волосы очень сильно. Просто были места, где просто вообще не было волос. На самом деле, не смешно, но я как-то так, ну, к этому с юмором отношусь. Ну, что делать? Ну, бывает. Тихонечку все восстанавливается понемножку, чему я очень рада. Но что я вам хочу сказать по поводу Дарсонвала. Я посоветовалась с мужем, и он описал мне примерное физическое действие, которое оказывает этот прибор на сосуды. Он их истончает, друзья. То есть такая бомбардировка сосудов фактически под кожей, и поэтому я не стану применять его слишком часто для головы. Кто страдает куперозом, розоцей и сосудистой сеточкой, вот это было бы хорошо, потому что сосуды будут подсужаться. У меня вот здесь немного расширены сосуды, больше с этой стороны. И вот здесь видны венки, поэтому сейчас я поменяю насадку. Буду работать с этим прибором над тем, чтобы сузить немножечко вот здесь вот сосудики. Я наношу вот эту маску и приступаю к уменьшению сосудов на лице. Эта сыворотка довольно жидкая. Я прям вот, видите, она уже заканчивается у меня. Прямо обильно ее наливаю, дальше уже втираю волосы. Все дыбом, потому что я кудрявая, я просто взбиваю волосы и как бы вот вбиваю вот это средство в корни волос до высыхания. Особенного эффекта я не увидела от него, поэтому приобретать, наверное, больше не буду. Вместе с ним приобретала вот такую вот маску. Вы мне писали много хорошего про нее. Сейчас буду использовать ее, потому что все мои бальзамы для волос закончились. Это также Белита. Вот так она называется. Серия Меза. Она наносится на 7-10 минут и смывается водой. Не самый удобный, честно говоря, для меня формат, но нужно пробовать. Если были отзывы хорошие, то, конечно же, нужно пробовать. И опять же, это бюджетное средство белорусской косметики. На мой взгляд, на троечку. Буду ждать теперь результатов вот от этого средства. Я бы хотела показать, мне нравится сейчас в последнее время укладывать волосы с помощью вот такой вот пенки. Это Натура Сибирика. Это серия Облепиха Сибирика. Выдавливается, как вы видите, сразу же в виде пены. Смываемый. Вот так вот просто распределяется, также вбивается в корни волос. В основном здесь масла и витамины. И это не как стайлинговое средство, а как средство все-таки больше лечебное. Ну, на мой взгляд, я так смотрю по составу. Ну, хотя он обещает хороший большой объем и легкую фиксацию. Да, действительно, это есть. И в этом смысле по составу он мне очень-очень понравился. Я сейчас использую его как альтернативу лаку для волос. Переду с этой пенкой, с этим мусом, который укладку делает. Я хочу сейчас пробовать Андалу. Кто пробовал, зовитесь, пожалуйста. Это стайлинговый крем для тонких волос, который увеличивает объем волос, то есть плотность. Точно так же, как сыворотка, она на волосы втирается и далее сушится естественным образом или с помощью фена. Здесь все по-английски заказывала я его на iHeart. На сайте есть перевод. На влажном волосе открытые чешуйки, и поэтому лучше он будет, естественно, впитываться во влажные волосы. Хочу его попробовать. Обязательно попробую, вам расскажу. Таким образом, это все мои средства для волос на данный момент. Укладочные и те, которые я использую в качестве такой подпитки для корней волос. Я показывала вам этот набор, который я приобретала в своем влоге СПА. Видите, кроме расчески есть еще два варианта насадок. Вот эту насадку, возможно, вы могли видеть в салоне красоты, если вам когда-либо делали чистку лица. Я сейчас буду использовать вот такую вот насадку. Смотрите, она такая вот более точечная. Пробовала на ноге, я там, где сосудистые звездочки, я вот выдерживаю прямо на максимальной ноге. Близко подносить не нужно, почти бесконтактно. То есть на некотором расстоянии, уже зарядики, вы слышите? Вот так я обрабатываю, ну, раза хотя бы два в неделю зоны с расширенными сосудами. Здесь у меня видны ветки, но это с детства. Ну, возможно, этот прибор немножко сможет их чуть-чуть как бы уменьшить, подсузить. Такое ощущение щекотки немножко. Когда-то в Радисонславянской в гостинице находилась Russian Service BBC, в котором я преподавала, как педагог по технике реча ротовскому искусству, для ведущих радиостанций BBC. И сейчас они сидят совсем в другом помещении, но раньше они были в Радисонславянской, так что я частенько там была. Когда я преподавала, там еще этого торгового центра не было, он, по-моему, только начинал строиться. В торговом центре есть даже музыкальные фонтаны. Я надеюсь, для вас их заснять, чтобы вам было приятно и интересно. Красивое оформление вокруг, на этой площади. Так что все с вами вместе посмотрим. Ну, и, конечно, посмотрим какие-то предложения. Всем привет! Сегодня я работаю в компании Пифагор. Вот такие замечательные проекты. Вы все их знаете. Огни гостиницы Радисонславянской отражаются в воде. Смотрите, как красиво. Торговый центр европейский. Так люблю вот эту панораму. До этого здесь летали планеты. Мне, конечно, больше нравилось, но такой вот город тоже красиво. Очень люблю вот такие вот игрушки. Но они, конечно, ужасно дорогие здесь. Это бутик Victoria's Secret. Здесь белье, ароматы и также косметика. Да, и видите, вот этот винный цвет, он очень модный. Очень красивый. Но аромат, конечно, жутко сладкий для меня. Очень свежий такой, приятный. Это тоже очень сладкий. Лаконичный клокон. Он, кстати, горьковатый в том духе, который мне нравится. Это, конечно, для меня очень экстремально. Ага, Liquid Glow. И стоимость 999. Да, такой обычный блеск для губ. Ну, тут какая-то акция. Видите, купите два, получите один в подарок. И они такие в легких пузырьках, пластиковых. Гламурный кейс для визиток. Это зеркало. Да, ну, это, конечно, все очень дорого. Это пластик обычный, стоит тысячу рублей. Вот, кстати, очень похожи на эти миссии. Видите, мне точно такие же я приобретала там у них. Но это очень плотные. Ну, вот это вот акция, кстати, вполне выполнимая. Топы красивые, кстати говоря. Интересные такие трусики, как юбочка. Пижама красивая, конечно, но, честно говоря, не знаю, насколько они удобные. Если кто-то покупал, напишите, стоят они 5600. Да, хорошая такая цена. И везде повторяющаяся вот эта вот коллекция, которую я вам показывала. Вот такой крем у меня закончился как раз для тела, да, помните, я вам рассказывала. Ароматизированные. Вот она повторяется, эта коллекция. Только сейчас уже выпустили они вот в таких более больших упаковках для тела, спреи. А у меня более такой он вытянутый. Обожаю вот такие деревья. Такая музыка интересная, слышите? Продолжение следует... КОНЕЦ Смотрите, теперь есть аппаратики такие с мороженым, очень тихо и холодными. Представляете, как здорово. Девушка предлагает попробовать. Это очень вкусно, я попробовала. Такие хорошие. У нас в гостях дети и я делаю ужин для всех. Голубцы ленивые, но заправлять их сверху буду необычной для меня заправкой. Если вы смотрели мое кулинарное видео, то я показывала вам рецепт самого фарша. Вот здесь оставлю вам ссылочку на всякий случай, кто любит голубцы, но не хочет готовить их сложным образом, заворачивая в листья. Посмотрите, пожалуйста. Ранее я их заправляла томатной пастой. Это грибы-вешенки. Далее здесь чеснок. И два вида сыра. Обычный сыр, который хорошо, очень быстро расплавится, мягкий. И сыр плавленный, также с грибами. Ну, также здесь есть специи по вкусу. Вы можете добавить абсолютно любые, которые вам понравятся. Я готовила голубцы, ставила их в духовку. Муж с ребенком, 12 лет своим, прошел, ну, практически весь курс уже математики. Наверное, класса до 7-го, до 8-го. Ну, они такие умницы. У них глава математическая, они химики, физики, математики, вся семья. Поэтому им это легко удается. Ну, и мне было полезно. Я, в принципе, тоже кое-что вспомнила. Чтобы мозги работали, это иногда полезно. Будем с вами доставать голубцы из духовки. Они уже подпеклись. И будем делать вот такую вот заправку. Вот такая красота получается. Положим на каждый голубец. И немного еще, ну, буквально, может быть, минут 10 запечем в духовке. В ракетах всяких. Это в цилиндрах, цилиндрах двигателя. Вот такая красота получается, смотрите. Можно, в принципе, сверху еще сметаной забрать, кому нравится. Но тут и так довольно много подливки. А, кстати, смотрите, уже вылезает шишечка, цветочек уже скоро будет распускаться. Кроме покупали в обе. Ну, встаю от макияжа, поэтому как только я прихожу, я стараюсь сразу же... Ну, конечно, если не нужно что-то кому-то готовить, покушать, я стараюсь сразу же снять макияж, что я сейчас, собственно, и сделала. И чувствую, что кожа моя устала, поэтому буду использовать вот такую вот маску, которая, собственно, и называется после вечеринки. Ну, такая у нас сегодня с вами была почти вечеринка. Производитель Organic Shop. И это серия Organic Kitchen. Маски очень бюджетные, очень хорошие. К силой зайти, но уже не успевала. Вот в этом самом торговом центре также представлен Organic Shop. У них есть там коронер. Поскольку их можно приобрести онлайн, практически сейчас уже в любом магазине органической косметики, неорганической, в Beauty Home они представлены. И я в основном все свои маски для лица и средства для волос от Organic Shop я приобретала именно онлайн. Стоимость 100 мл вот этой самой маски всего лишь в районе 100 рублей, поэтому, в общем, тут жалеть не стоит, можно приобрести еще. Смываю ее, когда она уже практически полностью впитывается. Что ж, спасибо большое, что вы были со мной. Я надеюсь, видео вам понравилось. Если да, жмите, пожалуйста, пальчик вверх. Это меня очень-очень смотивирует делать для вас новые и новые видео. Я буду прощаться с вами, потому что очень устала, буду отдыхать. Желаю вам удачи и будьте благодарны за все, что имеете. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok